здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у меня экспресс мастер-класс вот такого топа тот топик да узор всем известная волна но кому неизвестно я конечно же его покажу схемку тоже схемку я нарисовала вот смотрим есть схемка за скриньте либо опять же выложу в инстаграм на в общем узор и разбор вот этого тупо вяжется он просто девчонки ничего не боимся сейчас я с вами его и разберу значит давайте начнем наверное с узора узор такие вот волны красивые его изнанки вот так выглядит изнанка конечно не не польза не пользуемая вот значит первые 4 ряда девчонки первый ряд лицевые петли второй ряд изнаночные петли я просто их не буду показывать поэтому и рассказываем третий ряд лицевые четвертый ряд изнаночные то есть ли лицевая гладь с лицевой стороны изнаночная вот видно она изнаночная весь узор заключается по сути в одном ряде это пятый ряд далее у нас просто либо лицевые либо изнаночные петли вот сейчас я вам этот пятый ряд и покажу и еще что хотела сказать раппорт состоит из 17 петель можно конечно сделать допустим из больше петель волну эту пошире но я вам скажу что у меня пряжа 800 метров 100 граммах и и вот этой волны хватит если у вас будет спицы кстати три с половиной миллиметра что касается подбора постараюсь делать подборку вот вот разверните пожалуйста описание под видео я там оставлю подборку пряжи именно этот топ я заморочусь и подберу вам как бы мои рекомендации на этот топик это не значит что вы там должны покупать где какие ссылки я оставлю это знать что именно эту пряжу я рекомендую то есть либо покупайте либо посмотрите название и характеристики купите в другом месте вот так девчонки значит пятый ряд у нас вот мы начинаем значит три раза по две бетли вместе раз два три теперь нам нужно сделать шесть накидами между ними 5 лицевых петель вот я здесь не считаю считаю именно и накиды 1 2 провязываем между ними лицевую 3 4 5 6 все после последнего накида лицевую не провязываем мы только между между накидами по одной лицевой это у нас 5 лицевых и 6 накидами далее 6 по 2 петли вместе 1 2 3 4 5 6 и дали снова 6 накидов то есть вот и здесь у нас разделено вот эти сокращения по 2 вместе здесь 3 в конце ряда 3 вот на схеме она написана а между как как бы в самом вязание в центре вязание то это будет 6 раз по 2 вместе 1 2 3 4 5 6 и 6 по 2 вместе 1 2 3 4 5 6 так до конца ряда и в конце ряда у нас три раза по 2 вместе 2 и последний шестой ряд это у нас лицевые петли и все и далее начинаем с первого ряда опять все узора мы разобрались вот он наш узорчик изнаночная петля вернее этот ряд последний шестой делает эту волну а сокращение и добавление делают как бы сам рельеф вернее наоборот вяжется топ девчонки снизу вверх сначала я бы рекомендовала конечно же вязать в круговую будет проще не будет вот этих вот швов вязать полностью окружность бедер набрать плюс 8 10 сантиметров на свободу облегания вернее это на полу окружность 8 10 где-то 15 20 на окружность если допустим окружность бедер у вас 100 сантиметров и добавляете до 120 и по плотности вязания именно по узору рассчитывайте количество петель на эти 120 сантиметров вот и набирайте в круговую либо полу окружность на и вяжем резинкой один на один там около 10 сантиметров 10 12 да я бы так сказала 10 12 поясочек там у девушки вот декоративной далее переходим на основное вязание если мы хотим резинку очень тугую то мы конечно набираем петель меньше потом добавляем после резинки но я думаю тут именно для этой модели достаточно того чтобы взять спицы на размер меньше связать тугую резинку и далее перейти на спицы допустим резинку связать спицами два с половиной основу связать спицами три с половиной и тогда этого припуска вам будет достаточно вяжем потом основным узором следим девчонки затем чтобы количество петель у нас было кратно 34 вот почему 34 потому что это 22 раппорта когда чтобы разделить на две равные части если будет число петель кратно 17 то не получится красиво разделить вот поэтому 34 петли чтобы равное количество раппорта у нас приходилось на переднюю деталь и на спины далее вяжем до проймы ровно по кругу далее разделяем так привязание по кругу значит у нас получается второй ряд лицевыми петлями 4 ряд лицевыми петлями а 6 ряд изнаночными петлями то есть все точно также только вот таким вот образом 4 ряда лицевыми петлями и 6 ряд изнаночными петлями это привязание в кругом далее мы здесь у нас кстати можно здесь закрыть петель 8 на подрез хотя это не обязательно можно сразу просто разделить на две равные детали и начать закрывать вот вот эти вот части как ну как как реглан да вот там по сути и есть реглан да регланная линия то есть в каждом втором ряду подрез не знаю смотрите сами я бы не делала конечно на маечке в джемпере он как бы у него есть своя функция а в майке я думаю он просто не нужен просто начинаете делать классический как бы реглан сокращая по одной петле в каждом лицевом ряду в начале и в конце ряда изнаночный ряд вяжем без изменений здесь и здесь перед кромочной и после кромочной две лицевые просто провязывайте да и все здесь на передние детали что я вижу я вижу что там будет горловины есть вот поэтому здесь рекомендую конечно сделать незаконченными рядами потому что потом там придется добирать петли и лучше пусть они будут открытыми у вас кстати здесь вы сокращаете законченный ряд а здесь центральные петли вы оставляете на спицы далее эту часть довязывайте незаконченными рядами вот здесь вот в этом месте здесь нормально классически вот и оставляйте открытые петли как бы для горловины потом соединяете их все и переходите сюда если вам сложно то что я сейчас объясняю это делайте классическую горловину круглую и не забрали если вы новичок да и соответственно переходим сюда здесь тоже они закончены с этой стороны и оставляем эти открытые петли а здесь петли у нас закрывается сходят на нет вот здесь мы должны сойти в одну петлю совсем не было как бы то есть рассчитывайте горловину так чтобы здесь у вас сошло совсем на нет вот ну в принципе даже если будет большое желание у вас что я пойму по комментариях по удастам то мини версия могу связать чтобы подробнее хотя бы даже знаете сниз не вязать связать вот эту верхнюю часть чтобы вам подробнее показать именно эту верхнюю часть в общем пишите как вы думаете вот спинку же так спинку точно также сокращение но только здесь мы уже не делаем ничего оставляем ровные петли далее вот смотрите у нас передняя деталь на петли открыты тут остались либо мы набираем на передние детали петли и спинка у нас и нам нужно значит на спицы значит мы вяжем вот эти вот открытые петли либо набираем по горловине далее набираем дополнительные там немного петель 15 может быть вот вот это перемычка открытая потом петли спинки и далее еще набираем петли и замыкаем это в кольцо и по кругу у нас там чулочная гладь гладь которая скручивается в валик по горловине конечно же вот тут вот сложно ухватить как бы определить количество этих петель их придется потом девчонки чтобы это не растягивалась потом же их потом подшить какой-то лентой такой тесьмой просто плотненькой либо когда еще обработать потому что предполагаю что этот валик либо набирать очень туго петли дополнительные и закрывать очень туго чтобы потом это это деталь как бы вот именно этот сектор не растягивался здесь там удержится но основную деталью здесь удержится а вот плечико чтобы она фиксировала именно этот топ там где нужно вам придется как-то тоже зафиксировать в принципе и и все можно еще знаете горловину сделать подгибкой и вообще продеть красивый шнурочек вот тогда и сделать завязки на плечах тогда уже будет легче регулировать такой вариант он намного проще потому что он легче регулируется ну и принципе девчонки все на сегодня с вами была вика школа рукоделия всем пока пока